Наверно последний раз после травы. Сегодня у нас 12 октября. Посмотрите, какая у нас сочная зеленая трава. Папуля наша собирается пожарить шашлык. А вот сюда видно. Ехали, ехали, ехали домой и приехали. Вот на этой нашей дороге часто очень машины вот такие, видите, наверное, молодые парни, потому что видно, машина гончая. Очень часто вот так вот не справляются с управлением и залетают то на бордюр, то забор. Благо, забор целый. Потому что очень часто у людей здесь заборы просто рушатся, очень жалко. И не спасают то, что каменный. Так что стоим и ждем. Нас не пропустят долго, видишь? Вообще, надо возвращаться. Наверное, придется объезжать. И скорая приехала, и пожарка, да, все здесь. Столько машин. Ну, видишь, уже забирает товенько. Нормально, вроде, ничего не повредило, я смотрю, да? А, нет, аэрбек, аэрбек взорвался, видишь? Да. Аэрбек. Аэрбек взорвался, да. Плохая у меня съемка очень. У меня еще окно. Да, запотело окно. Ну, так вот. Так что, ребят, не гоняйте. Очень часто ночью спим. Наши окна выходят сюда, на улицу. Такие мощные раскаты еще как начнут газовать. К нам приехали гости. И винирчик накрывает на стол. Так удивительно, сам решил. Да, сынолька? А кто у нас в гостях? У нас в гостях моя подруга Таня. Таня, привет. Привет. Если кто хорошо смотрит наши ролики, то мы были у них в Теннессе в гостях. А теперь Таня приехали сюда. Здесь у нее живут родители. И родители мужа тоже. А мы такой делаем скромненький ужин. Шарлотку спекла. Сейчас надо будет бумагу убрать пергаментную. Заказали пиццу деткам. Салатик, картошечка с чесноком. Рыбка красная. Эти так на ходу. Кто где, да? Все, уезжают наши гости. Вон, Татьяна. Мама твоя уже ко мне звонит. Ищет тебя. Да, тебя ищет. На такой высокой машине. Все, Таня, с Богом. Спасибо, что приехали. Еще приезжайте. Ждем вас. Пока-пока. На кресле приезжайте. Такое небо сегодня красивое, необычное. Ну, все, уехали наши гости. А мы дальше пойдем. В дом заниматься делами. Да, мальчики? Да. У нас сегодня 13 октября. Цветочки наши еще живые. Цветут. Осень. Прохладно. Я уже замерзла. Здесь у нас тоже такой осенний букетик на дверях. Вот такая вот красота. Давайте без музыки попробуем. Давайте. Посмотри вокруг, сколько красоты. Это милый друг. Господа следи. Цвет его любви. Радует сердца. Это звезды. Я уже замерзла. Я уже замерзла. Да, брату небес. Видим мы всегда. Это чудный лес. Пенья соловьям, это и сады, и плоды полей, Господа дарить, радуют людей. Пойте, давайте, Дерек, пойте, доброту небес, давай, Дерек, ну-ка, Вась, пой, посмотри вокруг, ты же умеешь, ну ты же сейчас только пел. Певцы наши там. Папы нету, мы тут репетируем песню, сейчас у нас библейский час, уже некоторые пиджамки натянули, а Венечик уже совсем хочет спать. Старших нету, все по делам. А запах-то, а запах-то. Ой, не говори, запах-то какой. Папуль, ты снова у руля. Я и был у руля. У нас сегодня праздник жатвы. Всем привет, всем привет. Всем привет. Добро пожаловать на наш семейный канал. Что мы тут жарим-то? Да, огурцы. Мы все никак не покажем, как мариновать, ему что забываем заснять на видео. Ну, расскажи, что тебе за маринад? Маринад какой-то. Соль, перец, кориандр, паприка. Все перемешиваем. Масло есть растительное? Да, масло еще. И уксус, наверное, да, чуть-чуть? И чуть-чуть уксуса, да. Самый простой, но, мне кажется, самый вкусный, да, Тимур Маринад? Да, я думаю, обычно все так делают. Нет, без всякого там пипира, там, пепсикола, киви, там еще что-то. Можно что-то по-другому делать. Да. Для нас мягко. Для нас пойдет. Не, курочка, она и так мягкая. У нас такая курочка, не грудинка, а вот эти вот бедрышки, да? Да. Они самые вкусные такие, жирненькие. А, поэтому захочу. Мурзику не досталось ничего? Нет, уже перепалываем. А, перепал уже, да? Маленький курочек. Он прям у нас так пополнил. Мурзик? Мурзик! Горячий, да? Горячий, да? Вот, кушать-то хочется. Угу. Играется, играется. Играется, Мурзик. Горячий, горячий. У нас на дворе осень. Дени и друзья прошли. Мы сейчас прошли после собрания быстренько. Вот, подготовим мяско. У нас там уже картошечка варится. Я думаю, не крупно нарезал, нормально. Надо было еще, нам меньше. Быстрее свалить. Так, обед на скорую руку мы изготовили, да? Папочка, что же у нас стейки пожарил? Картошечка. Морковчушка. Сыночка, это с чаем. Это у нас здесь курочка. Дети любят очень курочку. Мы вот так вот порезали ее. Так что. Еще раз хочу сказать, что когда у нас мясо, стейки, то у нас не идут, да? Так много всяких разных салатов, там всегда добавок. Все поставлено. Да, мы кушаем только мясо, лучок. Даже не думаю, что картошка пойдет. Девочки наши там что-то идут долго очень. Там маму комнату прибрала. Они вот там. Нравится им там играть в комнате своей. Комната рисования стала, да? Позови всех девочек. Мы уже будем начинать. Хочу попросить наших друзей не переживать, что у нас так мало еды. У нас нету детей, четверо взрослых. Вот. И это достаточно. Очень-таки даже всем хватит. Да, Линочка? Да. Мы не любим, когда остается еда. Мы готовим на один раз. Приветствуем вас, наши дорогие друзья. У нас сегодня 16 октября на улице. Довольно прохладно. И я пришла с моими помощниками собрать наш урожай. Сегодня я хочу записать рецепт на зиму из зеленых помидор. Поэтому наш огород все еще неплохо выглядит. Мама, а посмотри на Мурзика. Ага, Мурзик возле меня, да. Есть красные помидоры еще. Так что мы сейчас пособираем. Друзья мои, это видео записывалось 16 октября. А сегодня, когда я его озвучиваю, уже 23 октября. А когда это видео выйдет, я даже не знаю, возможно, в 30-х числах. Сегодня у нас понедельник. Я привезла младших детей на спевку. И вот сижу в машине, чтобы смонтировать и озвучить это видео. Собрали яблок целое ведро. Все они падают на землю. Но ничего. Мы сейчас все переберем. Я буду варить компоты. Остальное все обрежу, вырежу, помою. И в морозилку. Разницы нема, если мы с морозилки будем варить компот. Вот. Немного собрали. Еще здесь плодов много висят. Но у меня сегодня нет времени, потому что я хочу закрыть рецепт. Доченька, давай неси то, что мы собрали потихонечку. Пока относи. А вот наша Беви, маленькая девочка. В пижамочке, тепло ей. Не разрешаю снимать, потому что очень холодно. Она нас снимает носки. Да, пришло время уже потихонечку снимать урожай и убирать все эти кусты. Хотя еще спеет и краснеет. Что там, доченька? Видите, яблоки опадают все равно. Доченька, давай неси дальше. Ты зеленые помидорки взяла? Ну что ж, друзья. Я с репортажем из моего огорода. Сегодня у нас 18 октября. Я вот залезла сюда, на заднюю сторону. И хочу вам показать, какие у нас здесь сегодня еще помидоры. Я немножко такая, это потому что тут листья сухие, я тут лазаю. Собираю помидоры. Сейчас покажу вам. Посмотрите, сколько их еще здесь висит. Посмотрите. Посмотрите сюда. Вот, я прям внутри. Помидоры, помидоры. Помидоры, посмотрите. Посмотрите. Ох, солнышко там у нас светит. Смотрите, вот. Вот. Сколько нужно собирать. Эти уже поповстались. Окей, пусть висят. Сейчас мы соберем помидоры красные. Ох. И красные. И зеленые. Вот там внутри, видите, да? Сколько много. Вон, смотрите, аж на макушке. Я уже собрала два таза зеленых помидор. И вот с красным собираю. Это только вот с этой. Я собрала только вот с этой первой грядки. Видите, я уже вырвала корни. Вырвала, обрезала эти веревки. И здесь положила, чтобы они немножко у нас подвяли, подсохли, чтобы нам было меньше, компактнее в мусор. У нас нету здесь такой компостной ямы. И это невозможно сделать. Так что, друзья, благодарю вас, кто будет писать за компостную яму. Но не в нашем случае. У нас вот такой всего лишь участок для огорода. А там у нас все. Газон. Вот у меня моя компостная яма. Сюда вот так вот очистки выкидываю. Вот так вот забросаем. Уменьшается. И то хорошо. Смотрите. Собрала помидоры. И тетя Аня предложила. Она с удовольствием возьмет. И еще предложила, может быть, кому-то в церковь кто-то заберет. Так жалко выкидывать. Их очень много вот здесь. Смотрите, сколько. Тут не только зеленых, но и красных. Так. Вот даже огурчики еще нашла. Смотрите, такие вот сухие ветви. Баклажаны собирала. Смотрите, сколько вот их. Видите? Так уже положила на землю. Мало тазов взяла. Не думала, что столько будет урожая. Так что вот такие, друзья. Мы опять вновь с огородом. Еще перцы пособираем. Сегодня очень теплый день. Вы не представляете. На следующей неделе обещают похолодание. Поэтому хочу на этой неделе все собрать. Все плоды. По возможности вырвать кусты. Которые совсем уже непригодны, сухие. Смотрите, какие перчики. Ой, мой муж любит вот эти так перчики. Маленькие. С помидорами. Как он их любит. Как раз для него. Вот такие красавчики. Хорошенькие. В барсе там что-то стонет. Смотрите, смотрите, друзья. 18 октября. Как же тепло. Как же тепло. Яблоки падают сами по себе. Но пока не хочу еще снимать их. Пусть немного повисят. Ой. Только прикоснулась. Вот поэтому они и падают. Значит, они готовы. Нужно будет собрать их всех. Да, да. Не пугайтесь. Это дети. Играют здесь. Как я рада, что здесь нету песка. Как же я рада. Видите, как у нас солнышко. Вот такая у нас красота. Осень. Посмотрите, какая красивая. Помните, когда мы приехали из поездки? Я посеяла укроп. Смотрите. И недаром посеяла. Думала, взойдет, не взойдет. Вот-вот зашел. И даже лук повсходил. Попали семена, видать. Очень такой хороший. Как раз таки хорошо. Здесь так себе. Ну, этот горшочек радует. Это я вам уже показывала. Говорила, что выросла из семени. То есть помидоры очень вкусные. Такие вкусные. Хочу здесь собрать семена. Хотела собирать. Но у меня моя длинка проходила. Здесь все пособирала. Мама маленький. Мама маленький. Она не хотела большие. Она хотела маленькие. Может, с этого получится семена собрать. Не знаю. Ну, очень-очень вкусные. Прям такие вот эти вот помидоры мне очень понравились. Так что пусть еще полежит этот куст. Яблоко шикарное. Ну, хорошо. Я уже не буду процесс снимать, как я все снимаю. Потом в конце я покажу. Вот сейчас покажу вам до. Видите, какое безобразие. Сколько ботвы. Сколько листвы. И сколько прекрасных плодов. Напомню, 18 октября. А потом уже, может быть, покажем чистый процесс. Или покажу, как... Естественно. Я это не буду все убирать. Мне будут помогать мои дети, сыновья старшие. Я сюда всех позову на помощь. Чтобы все помогали. Чтобы все убирали. Ну, очень сегодня тепло. Прям очень-очень. Удивительное дерево, которое цветет весною. И оно у нас цветет. Я думала, оно уже высохло и пропало. Потому что листья как будто бы такие не как сухие, а как будто бы такие болезненные. Но, оказывается, еще цветет. Вот это какая мощь выросла. Вы знаете, вот эти вот кусты. Они замерзают, к сожалению, на зиму. Но видите, какие они огромные. Я в прошлом году их поставила на зиму в гараж. И они сохранились. И даже дали несколько, смотри, здесь кустов. Второй куст пошел. Здорово. Надо будет мне снова их спрятать в гараж. Вот эти вот два куста. И потом не покупать. Боюсь оставлять на зиму, потому что пропадают. Ой, кролика нашего привязали. Дети его привязывают, потому что он убегает у нас. Потом они его ищут. Ну что ж, у нас с цветами. Цветочки еще так себе. Я просто несколько дней забыла поливать. Они у меня высохли. А этот еще радует. Видите? Просто подвяли. Не наливала воды им. Что ты мне показываешь, сынок, когда ты нарисовал? Да, это танки. Танки? Ой, а как здесь чисто, сын. Не наступи на помидор. Кто-то кушал помидор? Видишь, как все грязно. А зачем ты танки нарисовал? Не хотел. А зачем танки? Это не хорошо танки рисовать, сынок. Иди нарисуй лучше машины, тракт нарисуй. Я вообще все машины знаю. Давай. Мой чумазулька, ты шоколад что ли ел? Да, это Давида было. Ты у Давида полазил, да? Да. Не надо, сыночка, у него в комнате лазить не надо. А там надо копейки взяться, да? Нет, не надо у старших сыночка лазить. Не надо. Потом придет, будет обижаться, чтобы там маленькие лазили. Не надо. У меня же есть дома шоколад. Пойди вам в шкафчик возьми. Мама спроси, мама тебе разрешит, и ты возьмешь. Хорошо? Хорошо, мне показывать нельзя. Нельзя. У мальчиков старших лазить нельзя в комнатах. Ты знаешь. Правильно? Конечно, да. Конечно, да. Иди, садись теперь, уроки доделай. Я уже сделал. Ты сделал? Тогда нарисуй мне трак. Трак? Зеленый, как у папы. Сможешь? Вот он, трак. Ты трак нарисовал? Да. Ага. Молодец. Это вообще это... Это аячкин трак. Чей? Аячкин трак. Видите, что пушка? Чей? То есть пушка. Сына. А зачем ты это рисуешь? Пушки. С чего бы ты это, а? Тебя кто этому учит? Ты в школе учишься этому? Не. А ты едик научил. Едик научил? Да. Это очень плохо. Ничего я столько не могу. Иди, лучше нарисуй хорошие машины, пасеку, папину. Я тебе еще покажу. Дереку нашим 5 лет. Учится наш ученик. Сколько создала урожая из зеленых помидор. Смотрите, какие огромные помидоры. И им не хватило солнца, тепла и времени, чтобы дозреть. Не хватило. Посмотрите, какие хорошие помидоры. Посмотрите, какие хорошие помидоры. Ой, что я показываю. Посмотрите, какие хорошие помидоры. Это я только собралась с одной грядки. Сейчас сейчас у тебя Аня приедет, я ей все отдам. Красный вот себе оставлю. Баклажанную икру, может быть, сделаю. Ох, смотрите, какой огурец. Такой огромный. Кролику нашему на несколько дней хватит. Так что, такие дела. Я особо зеленых помидор ничего не умею закрывать, кроме того салата. Не то, что не умею, не пробовала. А, пробовала соленые, моченые. Не получились у меня, как-то не просолились. Потом стали какими-то горькими на вкус. Как-то вяжущими такими. Пришлось веком целое ведро. Ну все, не хватило мне времени на перцы. На вторую грядку. Завтра доубираем. Детки пришли со школы. Папа приехал с рейса. Немножко отдохнул. Спустился в банном халате. Ну, а длинно. А мы тут пожарили беляшей. Сейчас будем кормить деток. Это еще не все. Еще жарится. Еще у меня здесь вот есть тесто, заготовочки. А я завтра пойду в школу. Да, а ты завтра пойдешь в школу. Ну что ж, друзья, у нас второй день пирожков и беляшей. Дети вчера не наелись, попросили еще на печь. Так что вот к их приходу мы сделали пирожки, беляши и сварили компотик. Кто-то хочет, чтобы я сделал видеорецепт вот с такими беляшами, пышными пирожками. Тесто одно и то же. Напишите в комментариях. И если будет больше желающих, то мы сделаем в ближайшем времени вот эти беляши. Я продолжаю заниматься переработкой наших плодов с огородом. Вот, салат этот впервые делаю. Если понравится, то, может, потом запишу видеорецепт. Очень не тяжело и легко делается. Сейчас разложу по банкам и просерилизую. Продолжение следует...